Партнер проекта Пермская клиника лазерной хирургии и флебологии «Флеболог». Тополевый переулок 6. Сегодня мы гостим на даче у семьи Рукавишниковых. На этом участке даже намека нет на огород. А вместо овощных культур – хвойное царство. Конечно, лет 15 назад, когда Наталья только начинала свою дачную жизнь, загородный участок был организован по принципу популярного тогда Мичуринского сада. С теплицами, грядками и ежедневными работами в огороде. Но потом аграрная жизнь наскучила, говорит хозяйка. Мы решили приобрести участок, который будет для отдыха. Чтобы не было никаких грядок, чтобы можно было где-то побегать, поиграть. Дети играли в футбол, качель. Ну и просто, чтобы было место для отдыха. Зимой и летом – одним цветом. Длинные сосны, пышные ели, фигуристые туй и лохматые можжевельники. В хвойных зарослях складывается ощущение, что ты в лесном парке. Душу вложили во всё, поэтому, в принципе, каждый уголок, наверное, любимый. Нравится всё, то, что сделано самим. Естественно, запах от хвойников, соответствующий лес. Ну и, не знаю, это же так красиво. Расскажите, вот это ваш любимый уголок? Ну да, вот этот маленький уголок лесной получается. Здесь можжевельники, которые выкопаны из леса. То есть у них есть можжевеловые ягоды, которые считаются очень полезными. Ну, казацкий можжевельник. Хотелось, чтобы это было не просто растение обычное дачное, а именно хвойники. В загородное поместье почти каждый выходной собирает множество друзей и соседей. Говорят, в этом тенистом саду проще простого спрятаться от городской суеты. Нравится приезжать, молодёжь приезжает, потому что есть место для отдыха, для большой шумной компании, и шашлыки пожарить, и даже просто поваляться на траве. Как гласит старая русская поговорка, на вкус и цвет товарищей нет. Так и в загородной жизни. Одним приятно работать на грядках, другим созерцать. Наблюдать же интересно в равной степени эксперименты и тех, и других. А потому до встречи на следующей даче. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Бетта».